здравствуйте дорогие друзья гости и конечно же подписчики моего канала с вами нестягин олег и в австралии есть необычное место над окружающим зеленым морем из деревьев возвышается колоссальное почерневшие нагромождение огромных валунов которые не столько похожи на естественное образование сколько на то что было намеренно брошено здесь гигантскими руками это место известно как черная гора это странное место долгое время ассоциировавшиеся с причудливыми необъяснимыми явлениями и переплетенность с темным фольклором это странное место которое давно избегали и боялись коренные жители этот регион стал не менее зловещим из-за появления странных существ и многочисленных людей которые пришли сюда чтобы никогда не вернуться черная гора расположена в национальном парке black mountain инсленде австралия примерно в 25 километрах к югу от куктауна природа причудливого холма безусловно способствует появлению страшных историй и мифов издалека черная гора выглядит как сплошной черный монолит нависающий над первобытным лесом вокруг нее но при ближайшем рассмотрении можно увидеть что она на самом деле состоит из гигантских гранитных валунов многие из которых достигают 10 метров в длину и возвышается более чем на 270 метров над окружающим ландшафтом эти валуны образовались из затвердевшей магмы около 250 миллионов лет назад по крайней мере нам так говорят ученые они также лишены каких-либо следов поверхностной почвы и имеет отчетливую черную окраску вызванную тонким слоем оксида железа и марганца а также пленкой сине-зеленых водорослей покрывающих открытые поверхности это черная краска придает валунам зловещий угрожающий вид как если бы они были выжжены пламенем самого ада камни перемешаны друг с другом образуя лабиринты лабиринтов и проходов проникающих в гору изрыгающих вперед прорывы горячего воздуха накопленного от дневной жары это тепло придает скалам другие странные свойства валуны нагреваются на солнце и когда на них падает холодный дождь они медленно разрушается и распадается со временем а иногда в резкой взрывной манере только усиливающие зловещую устрашающую атмосферу пронизывающие это место кроме того горячий воздух движущийся по подземным проходам и безднам создают жуткие звуки которые по-разному описываются как стоны крики плач вопли и глубокое шипение с таким жутким внешним видом и поведением возможно неудивительно что черная гора имеет долгую историю темных легенд и мифов местные жители долгое время избегали горы называя ее калкаджака что означает место копья а иногда переводится просто как гора смерти предание аборигенов рассказывает о горе как о месте с привидениями где обитают различные злые духи и демоны которые как говорят жаждут человеческих душ одним из которых является дух злого знахаря по имени пожиратель плоти история рассказывает о том что любого неудачника приближающегося горе затаскивают на смерть в ее недра призрачные руки и здесь якобы часто можно увидеть призраков к этой атмосфере страха добавляется жестокая резня аборигенов совершенная руками первых европейских поселенцев которые якобы произошла в соседнем ущелье призраки которого как говорят до сих пор обитать здесь и взывает о месте действительно наше время black mountain была эпицентром самых разных странностей говорят что гора пугает животных и что она излучает некую злую силу который как сообщается нарушает работу навигационного оборудования самолетов летающих поблизости на самом деле самолеты в основном избегает полетов возле горы из-за этих необъяснимых аномалий а также из-за странной турболетности воздуха который наблюдается в окрестностях аэрофотосъемка 1991 года проведенное бюро минеральных ресурсов для проверки магнитных возмущений и уровней радиации на горе не обнаружила ничего необычного но сообщение пилотов об этих явлениях сохраняются говорят также что на черной горе есть пещерные подземные камеры которые как предполагается содержат все от баз инопланетян до потерянных цивилизаций древних гробниц и бесценных потерянных сокровищ некоторые сокровищ которые как говорят находится в глубинах многих пещер представляет собой потерянные запасы золота исторических артефактов и древних текстов одна из странных вещей который как говорят находится под горой это секретная база пришельцев из которой появляется но и который населена расы рептильных инопланетных гуманоидов которые держат человеческих рабов те кто верит в эту далекую идущую идею далее объясняет что расположение валунов явно искусственное что вся гора была построена самими пришельцами другие предполагают что валуны заложила какая-то древняя затерянная цивилизация тысячелетия назад и что это общество процветала глубоко под горой в огромных выдолбленных владениях некоторые думают что такая цивилизация все еще существует другие причудливые истории вращаются вокруг странных зверей населяющих гору хотя это правда что этот район является домом для многих уникальных эндемичных видов есть рассказы о существах скрывающихся здесь гораздо более страны чем можно представить говорят что в скалистом лабиринте переплетенных валунов прячутся огромные питоны которые не стесняются нападать на людей существует также загадочный крупный кошачий хищник известный как тигр из квинсленда который как считается рычит по местности и был обвинен в нанесении увечий скоту и нанесение увечий имевших место в окрестностях периодически сообщение о крупных гуманоидах рептилиях выходящих из подземных туннелей и расщелин также поступает с горы кроме того есть множество историй о мимолетных призрачных фигурах которые преследуют гору возможно самое известное и действительно самое страшное явление связано с черной горой это множество загадочных исчезновений которые произошли здесь есть множество истории о лошадях и даже целых стадах крупного рогатого скота исчезающих здесь как будто их проглотила сама гора но еще более опасные рассказы о многих людях которые якобы пришли сюда и бесследно исчезли то время как аборигены рассказывают о своем народе который исчезла в горе задолго до прибытия европейцев первое современное сообщение о необъяснимом исчезновении здесь датируется 1877 годом когда курьер по имени грейнер выехал верхом на поиски заблудившегося теленка который так и не вернулся лошадь теленок и человека так и не нашли широкие поиски горы не обнаружили никаких следов животных или курьера и предполагалось что они упали в одну из многих пропастей между валунами через несколько лет после этого печально известный преступник известный как шугарфуджек и пара его сообщников бежали в черную гору после перестрелки больше их никогда не видели и несмотря на последовавшие за этим есть обыск не было никаких доказательств указывающих на то куда они ушли они просто исчезли число исчезновение с годами только увеличивалась и они становились все более странными одна из самых известных историй якобы произошла через 13 лет после исчезновения жугарфуджека констебль райн который находился в соседнем куктауне выследил беглеца до черной горы вместе с другими следопытами только для того чтобы след внезапно закончился у входа в одну из пещер когда райн вошел в пещеру чтобы посмотреть не прячется ли внутри беглец но по словам присутствующих он так и не вернулся и никто другой не хотел рисковать войдя за ним ни преступника не констебли райана больше никто никогда не видел другом случае местный житель по имени гарри оуэнс искал бездомный скот и не вернув своего партнера джорджа хокинса сообщил в полицию и пошел искать его когда хокинс тоже не вернулся полиция начала поиск двух пропавших без вести мужчин и согласно сообщению двое полицейских проникли в одну из пещер только один из них вышел когда одинокий офицер вышел из темноты он как сообщается был полностью расстроен и настолько напуган тем что увидел что не мог дать связанного отчета о том что произошло 1920 годах два профессиональных спелеолога которые отправились в горы чтобы попытаться разгадать загадку этих исчезновений также пропали без вести а также некоторые следопыты которые отправлялись на их поиски совсем недавно в 1932 году турист по имени гарри пейдж пропал без вести во время прогулки по черной горе и позже был найден мертвым по неизвестным причинам этот список можно продолжать во всех случаях за исключением тела пэджи не было обнаружено никаких доказательств указывающих на то что случилось с кем либо из этих людей и обширное полицейское расследование так и не позволило прийти к какому-либо заключение о причинах их исчезновение как будто сама гора проглотила их что на самом деле недалеко от официальной теории исчезновения обычно считается что эти люди скорее всего упали в многочисленные пещеры расщелены и пропасти горы или безнадежно заблудились пытаясь войти в непроходимые темные ходы неизвестно произошло ли это на самом деле также было очень мало людей которые отважились пройти через пещеры горы и вернуться чтобы рассказать историю давайте послушаем историю одного исследователя я шагнул в отверстие как и в других пещерах черной горы он круто спускался вниз сужаясь по мере продвижения внезапно я обнаружил что стою перед твердой каменной стеной но справа был проход достаточно большой чтобы я мог войти наклонившись я осторожно прошел по нему несколько ярдов пол был довольно ровным стены из очень гладкого гранита коридор изгибался и поворачивался туда-сюда всегда уходя все глубже и глубже вскоре мне стало не по себе огромная летучая мышь ударила крыльями по мне когда пролетала мимо но я заставил себя идти дальше вскоре мои ноздри наполнились болезненным запахом плесени потом мой факел погас я был в полной темноте откуда-то казалось из недр земли я мог услышать слабый стон за которым последовал взмах крыльев тысяч летучих мышей и в это время факел погас и как оказалось у меня не было с собой огнево и начал на ощупь лезть обратно тем путем который как я думал пришел мои руки и ноги кровоточили из-за ударов с невидимыми камнями мои протянутые руки цеплялись за пространство я ожидал что стены пол будут твердыми на одном из этапов когда я забрел в боковой проход я подошел краю того что несомненно было пропастью судя по отголоскам воздух был зловонным я почувствовал усиливающееся головокружение ужасающие мысли неслись в моей голове о гигантских каменных питонов которые я видел вокруг этой горы пока я полз становясь все слабее и слабее теряя надежду когда-нибудь выйти живым и я увидел крошечную полосу света это дало мне сверх силу подобраться к небольшому выходу из пещеры полумиле от того который я вошел достигнем открытого воздуха я глотнул его и упал в изнеможение позже я обнаружил что пробыл под землей пять часов большая часть времени проведя на коленках и больше меня ничто не побудит снова войти в эти пещеры вот такая вот небольшая история одного исследователя это конечно довольно пугающий взгляд на то что может случиться с теми кто осмелится рискнуть войти зловонные шипящие пещеры черной горы неужели эти люди просто заблудились и умерли в одиночестве в темных глубинах горных пещер или это было что-то более зловещее опасные расщелины демоны мстительные призраки гигантские змеи нло и инопланетяне рептилии рабовладельцы некоторые хищные кошки список предполагаемых виновных огромен немногие желают исследовать дальше и многие из тех кто пробовал описывали как чувствовали себя безнадежно сбитым с толку потерянными и охваченными удушающим чувством нематериального страха и паники исследуя эту гору пещеры были описаны как сложные и очень непредсказуемые полный предательских внезапных падений зияющих пропастей движущихся падающих или даже взрывающихся камней и валунов неустойчивой опоры и неровных острых стен жесткая жара пронизывающая пределы проходов а также прерывистая зловония вопли и стоны исходящие из темноты и сотни порхающих повсюду летущих мышей только еще больше усиливают чувство опасности и дезориентации многие исследователи пещер описали исследования черной горы как исключительно неприятное занятие который никто не хочет повторять большинство туристов посещающих национальную национальный парк блэк довольствуются тем что видят зловещую гору с безопасного расстояния падающие или даже взрывающие камни и валуны шатка шаткая опора неровные острые стены жесткая жара пронизывающие пределы проходов а также прерывистая зловония верит ли кто-либо из фольклора верит ли кто-либо в эти жуткие истории окружающих черную гору это безусловно суровое черная гора это безусловно суровое недружелюбное место который вселяет определенное чувство беспокойства и страха у тех кто его видит есть ощущение что это грозный хом из волнов посреди австралийской дикой природы место которое сторонится место которого сторонится остальная часть мира природы загадочное место чудес природы тайны и нематериального страха черная гора инсленде по прежнему возвышается над местностью возможно просто груда волнов или возможно наблюдая а может быть даже приглашая больше душ присоединится к ее многочисленным непостижимым тайным а на этом дорогие друзья я этот видеоролик заканчиваю надеюсь вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч